Куситы выпустили новую монету в Йемене. Афганские фермеры используют в сельском хозяйстве новые источники энергии. В Сингапуре активно внедряют социальные программы для пожилых. Турецкие телесериалы привлекают туристов в страну. Контролируемый хуситами Центральный банк Йемена в столице страны Сана объявил обведение в оборот новой монеты номиналом 100 реалов. По словам управляющего банка Хашима Исмаила Али, это позволит укрепить финансовую легитимность хуситов, а также отказаться от устаревших банкнот. Поврежденные бумажные купюры, находящиеся в обращении банка, не принимаются в качестве оплаты, что создаёт большие трудности для жителей страны. С тех пор, как в 2016 году Центробанк переехал из Саны в Аден, мы сильно страдаем. Прекратились выплаты государственных зарплат. А изношенные купюры не принимают ни владельца магазинов, ни водители автобусов, ни даже продавцы одежды. Когда наши семьи и родственники в Адене хотят отправить деньги в Сану, ставка комиссии составляет 150% от суммы перевода. Это серьёзная проблема. Однако, международно признанное правительство Йемена заявило о нелегитимности любых купюр, выпущенных филиалом в Сане. В 2016-м, спустя два года, как хуситы взяли под контроль столицу страны, а официальные власти были вынуждены обосноваться в Адене, туда переехал и Центральный банк правительства. По мнению экспертов, это положило начало финансовому расколу йеменской экономики. «Основным последствием перевода Центрального банка в Аден стало разделение денежных средств между Саной и южными и восточными провинциями. Это привело к росту обменных курсов валют». Правительство Йемена предостерегло все работающие банки от использования выпущенной хуситами монеты и предоставило два месяца на перенос своих штаб-квартир из Саны в Аден. В противном случае будут поданы судебные иски о легализации денег и финансировании терроризма. Рас Мохаммед – фермер. Он живет в сельской местности неподалеку от города Пагман в Афганистане. В последние годы мужчина активно совершенствует систему орошения своих полей. Он инвестировал в скважин и строительство насосной станции водоснабжения, работающей на солнечной энергии. «Я использую метод капельного полива. Под небольшим напором вода подается по шлангам и через специальные отверстия попадает под каждое растение». После нескольких лет засухи Мохаммеду удалось добиться значительного успеха в сельскохозяйственной отрасли и стать одним из самых состоятельных жителей в деревне. Фермер использует фотоэлектрические панели, что позволяет выращивать зерно, овощи и фрукты независимо от традиционных источников энергии. «Не все могут позволить себе солнечные батареи. В этом районе есть электричество, и некоторые используют его для подачи воды через насосы. Но большинство жителей хотели бы использовать фотоэлектрические системы». Жители деревень приспосабливаются к последствиям 20-летней войны. Сегодня сельское хозяйство – основной источник средств к существованию для афганцев и важная составляющая экономики страны. Именно сельское хозяйство обеспечивает не менее четверти ВВП Афганистана. Лай Чонг Киан – старший волонтер Сингапурской организации пожилых волонтеров. Он был офицером службы безопасности до 2012 года, а затем стал участником программы помощи людям с психическими расстройствами. Именно в такой бескорыстной деятельности он нашел свое призвание. По словам Лай Чонг Киана, его вдохновляют улыбки тех, кому он смог помочь. «Для меня самое главное – это физические упражнения. Мне нравится мотивировать пожилых людей оставаться активными. И действительно, после занятий они возвращаются ко мне и говорят, я снова могу свободно двигать рукой. Я счастлив». Программы Сингапурской организации пожилых волонтеров направлены не только на поддержание физической формы людей старшего поколения, но и на обучение участников цифровой грамотности. Другая сингапурская компания уделяет больше внимания социальному и эмоциональному благополучию пожилых людей. «Мы стараемся помочь пожилым людям избавиться от одиночества и адаптироваться в социуме. У нас индивидуальный и целостный подход к каждому. Поэтому мы подбираем программы, направленные как на физическое, так и на психическое здоровье пожилых людей». По данным Департамента статистики Сингапура, в прошлом году в стране проживало около 718 тысяч человек старше 65 лет, а к 2026 году Сингапур станет государством со сверхстареющим обществом. В связи с этим правительство реализует множество программ для старшего поколения, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей. Мелодрамы о стамбульской элите, исторические драмы эпохи Османской империи, мыльные оперы. Турецкие сериалы пользуются большой популярностью не только в стране, но и за рубежом. Дистрибьюторы телевизионного контента уверены, всё дело в том, что сериалы интересны широкой аудитории. «Наши сериалы подходят для семейного просмотра, поскольку в них нет насилия и ненормативной лексики. Во многих странах их также показывают в прайм-тайм, что увеличивает экспорт турецких сериалов». Турецкие сериалы способствуют и развитию туризма в стране. Большинство телевизионных драм снимают в Стамбуле, и многие местные туроператоры не упускают возможность показать клиентам те самые места съёмок. Рекламные кампании с использованием атрибутики известных телесериалов привлекают гораздо больше туристов. «В этом году одну из площадок, где снимали телефильмы, уже посетили 40 тысяч человек. Многие туристы хотят посмотреть известные достопримечательности, такие, как дворец-музей Тапкапы в Стамбуле, где снималось множество исторических драм. И это здорово помогает развиваться туризму в стране. Я надеюсь, что наша история и культура станут ещё популярнее». В прошлом году турецкие сериалы посмотрели около 750 миллионов человек в 170 странах. Больше всего они привлекли поклонников из стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Балканского полуострова.